Всем привет, с вами Джейкоб. С момента моего последнего обзора новостей по хайтейлу прошло более двух месяцев. За это время разработчики опубликовали два блога. Первый, по моим наблюдениям, не вызвал большого интереса у комьюнити, поэтому я не стал снимать на него обзор. В этом блоге разработчики в основном делились изменениями в Hypixel Studios. Теперь у разработчиков есть собственный офис, несмотря на то, что большинство работает удаленно. Данный офис будет служить неким штабом студии Hypixel. Также разработчики наняли персонал, который будет удовлетворять потребности офиса, и познакомились с новыми программистами, дизайнерами и разработчиками, которые могут внести свой вклад в развитие хайтейла. Это если вкратце. С полной версией переведенного блога можно ознакомиться по ссылке в описании. Сегодня мы рассмотрим блог, который был опубликован на этой неделе с уже привычным названием «Обновление прогресса». В ближайшие несколько минут мы ознакомимся с самыми важными изменениями и нововведениями в игре, которые были внесены разработчиками. Рост растений В январском блоге разработчики демонстрировали нам свой прогресс, который им удалось достичь со системой замедления и роста культур в хайтейл. Недавно разработчики усовершенствовали рост растений при помощи внедрения специального моделирования циклов роста. Чтобы не грузить вас не самыми простыми терминами, предлагаю посмотреть видео с демонстрацией. В данном видеоролике игрок сажает несколько диких кактусов в пустынях второй зоны мира. Со временем каждый кактус растет по-своему и принимает другую форму, сообщается в блоге. Разные растения будут расти и размножаться по-разному. К примеру, грибы после посадки первого образуют грибницу, как это продемонстрировано в данном видео. Для того, чтобы рост растений был более естественный и давал разные результаты, используется система рандомизации. К примеру, в следующем видеоролике можно увидеть, как эта система применяется к обычным кустам, которые во время роста могут распространяться как по вертикали, так и по горизонтали. По словам разработчиков, подобные вещи позволяют сделать экосистему приключенческого режима более оживленной и глубокой. Новый подход к обновлениям Hytale Нам очень понравилось давать сообществу возможность заглянуть за кулисы разработки. Однако иногда разработка игр не разбивается на регулярные обзоры. В настоящее время мы работаем над рядом функций, которые необходимо держать в секрете, пока они не будут готовы к показу, а также над другими аспектами игры, которые игроки должны открыть для себя сами, сообщается в блоге. По заявлениям разработчиков, расширение команды Hytale поспособствовало значительному прогрессу во многих областях. Большое количество времени было потрачено на то, чтобы все функции игры соответствовали отзывам комьюнити. Считаю, что это определенно верный подход и хочется верить, что все будет именно так. Также разработчики до сих пор активно набирают сотрудников, которые могли бы помочь в создании проекта. Поэтому, если вас это заинтересовало и у вас есть определенный опыт и, конечно же, желание, загляните на страницу вакансий на официальном сайте Hytale. За последние месяцы разработчики внимательно изучили почти что каждый аспект игры, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Разработка игры идет полным ходом, поэтому разработчики решили сделать небольшой перерыв в блогах, чтобы получить возможность работать над значимым набором интересных новостей, которые будут опубликованы в будущем. Понимание и поддержка сообщества много для нас значит. Разработка игр это марафон, а не спринт, и мы должны черпать огромное количество мотивации из энтузиазма по поводу Hytale, который мы наблюдаем в интернете каждый день. Спасибо вам от имени всей команды Hytale. На этой позитивной ноте блог подошел к концу. Несмотря на длительное время ожидания, кучу недовольных комментариев на просторах интернета, все же разработчиков можно понять. Как я неоднократно повторял и повторюсь еще раз, очевидно, что Hypixel Studios не ожидал такого приставленного внимания вокруг своего проекта. Это поспособствовало тому, что разработчики теперь попросту обязаны сделать из этого проекта конфетку и не разочаровать своих фанатов, которые с нетерпением ждут релиза. Считаю, что в данном случае есть два варианта развития событий. Либо разработчики оправдывают ожидания комьюнити и выпускают действительно качественный и достойный продукт, который привлечет к себе немало внимания, в том числе со стороны Майнкрафт комьюнити. Либо игра будет полным провалом и не принесет ожидаемого результата. Третьего не дано, как говорится. Как будет на самом деле, поживем увидим. На этом я буду заканчивать. Поставьте лайк, потому что вам не сложно, а мне приятно. С вами был Джейкоб, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.